На выставке во время общения с сельхозпроизводителями Валерий Радаев сделал заявление по поводу распределения государственных субсидий агрария. Напомню эту тему буквально пару недель назад заострили депутат Государственной Думы Николай Панков и руководители сельскохозяйственных предприятий, которые указывали на несправедливость и неравномерность бюджетной поддержки и предложили сделать процесс распределения субсидий максимально прозрачным. Более того, глава региона Валерий Радаев заявил о необходимости учета природно-климатических микрозон при оказании господдержки сельхозтоваропроизводителям. И перед собой ставлю задачу обратиться к Владимиру Владимировичу Путину, тот механизм, который мы у себя принимаем в дифференцированной поддержке, особенно с заворских территорий по несвязанной поддержке и по льготным кредитам, чтобы такой подход был на федеральном уровне. Попрошу, чтобы такое поручение было Минсельхозу Российской Федерации и в этой части, учитывая, что у нас 4 природных зоны, 7 микрозон. И если мы не будем пользоваться вот такой поддержкой наравне с успешными регионами по природно-климатическим зонам, это будет несправедливо. Поэтому я вам обещаю, я с такой инициативой обращусь к президенту. Спасибо вам. И это ожидается, что это 25-30% примерно будет рост. А это существенно. Особенно, еще раз повторяю, для зоны рискованного земледелия. Валерий Радаев также подчеркнул, что уже 5 лет саратовские сельхозпроизводители получают поддержку из областного бюджета согласно коэффициенту зонирования. Аграриям, которые трудятся в зоне рискованного земледелия, выделяется больше денег, чем тем, кто трудится в более благоприятных условиях. Также должна распределяться и федеральная поддержка. К примеру, природно-климатические условия Саратовской области не позволяют местным аграриям иметь и половину той доходности, которую имеют краснодарцы или ростовчане. При том, что объем затрат на гектар у нас значительно выше, подчеркнул Валерий Радаев и заручился абсолютной поддержкой местных сельхозпроизводителей. Конечно, это важно и нужно, и главное денежно. Бизнес, прежде всего, это нужно считать. И когда посчитает любой фермер, что у него будет дотация дней 100 рублей, 300, он это будет плюсом, будет возводить овец, коров и так далее. Я думаю, каждый считать умеет. Мы, как уже маленькие дети, ждем эту поддержку, спрашиваем. Мы покупаем ГСМ на эти деньги, мы покупаем семена, покупаем масло. Нам, мужчины, это помощь большая, это для нас помощь, для Азинского района особенно. Напомню, глава региона Валерий Радаев намерен просить федеральной власти об изменении подхода в распределении субсидий и льготных кредитов с учетом разных климатических зон.